Здравствуйте! Вы на канале Айспик, альтернативная история Северного Причерноморья и Кавказа. И с вами я, Олег Павлюченко. Недавно наша группа вернулась из поездки по горам Кавказа. И были мы в Гуамском ущелье и поселке Мизмай. Мы осмотрели практически все достопримечательности этих мест. Побывали в пещере Иссеченко, ну не в самой, конечно, пещере, а на ее входе. Побывали на Орлиной полке и посмотрели с высоты птичьего полета на Гуамское ущелье и Лаганакские горы. Но, изучив древние карты этой местности, я пришел к очень интересной гипотезе. И сейчас я вам ее попытаюсь рассказать. В сопровождении нашего проводника по имени Олег, мы вышли из поселка Мизмай по направлению к Орлиной полке. Шли мы по тропинке среди леса и поднимались все выше и выше в горы. А поднимались мы на гору с названием Аштен. Это очень интересная гора, практически на вершине которой на протяжении нескольких километров проходит скальная стена очень правильной формы. Все это напоминает такой район, как Горная Шория, но об этом позже. Конечной целью нашего похода была так называемая Орлиная полка. Эта площадка практически на вершине горы. Ей заканчивается вот эта вот стена, которая тянется на несколько километров. И вот с этой Орлиной полки открывается прекрасный вид на всю местность внизу, с высоты птичьего полета. На нее ходят очень многие туристы и фактически этой Орлиной полкой и знаменит поселок Мизмай. С этой полки также открывается очень интересный вид на долину реки Курджипс, которая течет с гор, проходит по поселку и уходит в Гуамское ущелье, потом впадая в реку Белое. То есть эта река проходит по дну совершенно плоского Гуамского ущелья. То есть днище Гуамского ущелья абсолютно плоское. Это как раз река Курджипс и идущая вдоль нее на самом дне ущелья дорога, по которой проложены рельсы. И ходит экскурсионный поезд. До поездки в эти места я изучал в интернете всю информацию, которая может быть о поселке Мизмай и Гуамском ущелье. И вычитал очень интересную легенду. Как раз по дороге из поселка в Орлиную полку, недалеко от Торпинки, находится Камень Судьбы, так называемый. И в районе этого камня было капище. И много лет назад здесь, по легенде, произошла магическая битва. Около 50 или 50 волхвов приняли бой с какими-то темными силами, но не отступили и здесь же погибли. Вместе со своими защитниками. Но это так гласит легенда, с ней мы спорить не будем. Я знаю одно, что в каждой легенде есть доля правды. Волхвов там и похоронили. Но потом кто-то уже в наше время раскопал эти могилы и что-то в них искал. Первоначально на эту легенду я не обратил особого внимания. И записал ее в чей-то относительный вымысел. Потому что реально эта легенда нигде не описана. Но не все так просто. В ней также говорилось, что разрытые могилы волхвов видны до настоящего времени. Отмезмая к орлиному гнезду, к этой полке, что мы видим? Вот посмотрите, это работа черных покопателей в этих местах. Обратите внимание на светлый камень. И вот куски, видимо, песчаника. Очень похожего материала, из которого сделаны саркофаги. В Памукалия, в Анапе, которые выставлены. И этот песчаник здесь, или этот белый камень, в этих местах нигде не встречается. А вот здесь вот из него какие-то осколки. А вот, пойдемте дальше, посмотрим. Они думали, там саркофаг не будет. Ну, саркофаг, ты, пожалуйста. Угол, а так-то он туда уходит. Может, выкопал? Они уже выкопали. Есть какие-то ссылки, комментарии к этой легенде, что многие их видели. Проходя по тропинке к орлиной полке, среди леса, вдруг, с правой стороны тропинки, мы увидели какие-то ямы. Разумеется, мы к ним подошли. А когда мы к ним подошли, мы обомлели. Я их не считал, сколько там было этих ям. Может быть, и 50, как сказано в легенде. Но на дне этих ям виднелись обломки бело-желтого камня. Причем правильной формы, что выдавало их искусственное происхождение, этих камней. То есть, это были осколки. И тут же моя голова выдала ответ, что же это за осколки бело-желтого камня. Кстати, этот камень очень резко отличается от всех камней, которые валяются вокруг. По своему цвету и фактуре. И совершенно не похож на тот камень, из которого состоит вот эта вот стена наверху горы Аштен. И тут я понял, на что похожи эти осколки. А они похожи на саркофаги. На те саркофаги из Анапского музея Горгипия. И на те саркофаги, которые я видел в музеях Турции. Особенно города Памуккале. Совершенно тот же цвет и совершенно тот же материал. Мы засняли все эти ямы и пошли дальше к Орлиной полке. Но сейчас делаю сноску. Уже дома я начал искать археологические находки Мизмая. Вбил в интернете и начал действительно смотреть, что находили когда-либо в этих местах археологи официальные. И тут же обнаружилась статья, в которой четко отписывалась интересная археологическая находка. Так что же там пишется в статье? Что в 2005 году черные копатели раскопали какой-то некрополь в окрестностях Мизмая. Видимо что-то оттуда забрали. Но кто-то сообщил и туда приехали археологи. И сделали исследование оставшихся неразграбленных участков этого некрополя. Что же они там нашли? А нашли они там захоронение воина с большим количеством золотых и металлических изделий. Была найдена очень интересная практически целая кольчуга и шлем. Видимо этого воина с бараньими рогами. Что дальше пишется в статье? Что историки до сих пор не могут отнести найденное в Мизмае к какой-либо культуре. А историки здесь всегда относят все или к скифской или к сарматской. А если что-то находится в виде амфор или обломков мраморных плит, они относят к греческой. Но греческая культура это якобы культура побережья. Хотя мы знаем, что греческая культура из наших исследований это жреческая. Это фактически славянская культура до потопного времени. Что же пишут историки дальше? Анализируя это захоронение. А пишут они совсем интересное. По количеству и качеству найденных с воином золотых украшений, характерной особенностью этой неизвестной культуры является очень высокий уровень работы по золоту. Потому что такие золотые изделия имеют очень характерный так называемый индивидуализм находок. Больше они где-то редко встречались. Почему историки и не могут отнести ни к какому периоду найденные ими артефакты. В общем в захоронении была найдена золотая фибула. Очень тонкой работы, украшенная мельчайшим горным хрусталем. С какой-то застежкой, имеющей многослойную фактуру. Причем по ее мелкости застежки было совершенно непонятно, как она была сделана. Какой же уровень технологий в ювелирном мастерстве был в то время, во время ее изготовления. Найдена золотая пластина с агатом. И она являлась подвеской, изготовлена из какой-то золотой монеты. А еще в этих местах находили очень много предметов военной амуниции. Было найдено большое количество кольчуг. И одна из них самая большая, весом 12 килограмм, была найдена в женском захоронении. Вот вам и амазонки. О амазонках на Кавказе и на Кубани писали очень много, потому это будет темой следующих исследований. Но в том месте находилось захоронение женщин-войнов. Также там были найдены несколько мечей, причем хорошо сохранившихся. И мечи эти от полуметра до метра длиной. И вот один из мечей, как пишут историки, имеет ханьское происхождение. То есть по-современному китайское. И тут самое интересное. Получается, что эти золотые прииски, которые там находились с ювелирным производством, охраняли какие-то военные. И военные были тартарские митрополии. И скорее всего они были, как вся тартарская армия, многонациональные. Призванные из различных губерний и земель глобальной митрополии. И вот этот меч, скорее всего, принадлежал тому, кто был призван с провинции Катай. А где эта провинция Катай, Китай, мы с вами понимаем. Из произведений Андрея Кадыгчанского. Катай это та территория, которая сегодня погибла. Ее столицей являлся город Камбалу, Шамбала. Но второе, что еще может быть, что это действительно ханьский меч, а не китайский. И произвели его в древнем Китае, в Чайне. Но пока мы этот вопрос опустим. Опять оружие надо изучать отдельно. Нам это показало только то, что армия была многонациональной. И это реально армия тартарии. Также, что я понял, что все находки официальными археологами сделаны по следам черных копателей. Так вот, то первые исследователи этих мест. Кстати, раскопки в Тамане начинались тоже с черных копателей. А теперь это самый большой археологический памятник в стране. Самые большие, производящиеся на сегодня российские раскопки. Так что же такое находится под землями Мизмая, так привлекающие черных копателей? И почему черные копатели знают историю лучше, чем официальные археологи, которые идут фактически за ними? И еще вопрос. Почему, найдя такое захоронение, официальные археологи или официальная наука не начала действительно исследование этих мест? Может быть по нехватке денег, в принципе, датировка этих находок 2005 год. Но, я думаю, официальной науке пора задуматься. И, наконец, понять, что Кавказские горы это не дикие брошенные места. А почему, вы сейчас увидите. И еще про официальную науку. Пусть даже это официальная наука. Официальные археологи, найдя здесь что-то серьезное, А найдут они здесь однозначно что-то. Отнесут это к периоду скифов, сарматов. А если раскопают какой-нибудь колизей, пусть отнесут к древнегреческим колониям. Но хотя бы эти памятники останутся. Они будут переплавлены на золото или отправлены в частные коллекции. А куда все девают черные археологи ими найденное, я думаю, всем понятно. Так что призыв к официальной науке об исследовании этих мест. Но я думаю, это еще будет не скоро. И многие артефакты пропадут для общества навсегда. Но далее, что же было в этих местах до потопа 17-18 веков? И действительно, именно до потопа 17-18 веков, который нами был реконструирован в наших работах. Гибель Тартарии, история Великой Тартарии. Мы провели достаточно большие исследования, чтобы, в принципе, сформулировать гипотезу потопа 17-18 веков. Но здесь я не буду сильно рассказывать про потоп или много рассказывать про потоп. А просто напомню, что на рубеже 17-18 веков, после войны, в которой применили оружие массового поражения, упал один из спутников, естественных спутников Земли. Хотя, может, и искусственных. Но об этом потом. И он вызвал потоп. Волны из Северного Ледовитого океана, серия цунами, проскочила через Евразию и залила бассейн пресноводного озера, которое сейчас Черное море. Уровень воды озера поднялся на 100-200 метров и стал соленым. Но вода пошла дальше. И эти волны проносились по долинам Кавказских гор. А высота волн была порядка полукилометра или несколько сот метров. Так вот эти волны, пронесшись через долины реки Белой, прорвав Гаамское ущелье, сорвали фактически весь грунт. И уничтожили всю допотопную растительность, которая находилась в этих горах. Засыпав этим грунтом и остатками деревьев все города, которые находились в этих местностях. А потом началось похолодание. И те места, куда не дошла вода в горах, просто вымерзли. Все тисы самшиты, которые произрастали по всему Северному Кавказу и являлись основной растительностью, вымерзли. Воду усваивать не корневой системой, а листьями. А минеральные вещества только оттуда тащат из этого. А почему, скорее всего, влажность? И дальше флора этих мест полностью поменялась. А на сегодняшний день мы видим остатки тисов и самшитов, но в основном самшитов, в определенных замкнутых территориях, то есть в долине горной. Ну вот, вы видите последний из самшитов. После эпидемии так называемой огневки, которую принесли нам веселые немцы с итальянцами, купив в Китае деревья для Сочи парка. В лесах Кавказа погиб весь самшит. Это эндемик. Растение, которое не имеет годовых колец. Скорее всего, генетически заложено в нем отсутствие зимы и лета. Очень твердая древесина. Куст уже погибший. А вон их сколько дальше. Эндемик по официальной версии науки, это растения, оставшиеся с времен доледникового периода. Но, скорее всего, по нашей реконструкции, это растения, оставшиеся с допотопного века. А потопный век у нас 17-й или 18-й. Вот это растение, которое вечно было зеленое, не имело годовых колец. В нем не было заложено изменения зимы и лета на планете. Получилось, что остались самшиты. В горах Кавказа мы рассказывали в своем фильме «Самшитовая катастрофа». Но напомню, что самшиты – это те растения, в генетику которых не заложена смена зимы и лета, а также не заложено питание водой от корней. То есть, они могут расти на чистых скалах. А воду они осваивают через свои листья. Так вот, после прохода волны, когда скалы фактически оголились от плодородных почв, плодородная почва, в принципе, нужна дереву только, чтобы его семечка взошла и смогла дотянуться до грунтовых вод, пусть даже в скалах. Но самшиты, их занесенные семена в скалы произросли там фактически. И вот сегодня мы видим колхидские самшиты высотой 7-8 метров. А так как мы знаем, что 10-метровой высоты самшиты достигают за 500 лет, вырастают до такой высоты, а мы имеем самшиты 7-8 метров, разделите пропорцию, и вы получите порядка 350 лет. То есть, вот эти самшиты колхидские, которые сегодня, кстати, погибли практически все из-за завезенной на Олимпиаду бабочки-огневки, которая съела эти листья и лишила их питания водой, они высохли. Так вот, эти самшиты были после потопа, занесены их семена в голые скалы, где ничего не могло расти, и они там проросли. Это были первые деревья, которые проросли в этих местах. А верхние деревья, то есть самшиты, проросли только в замкнутых системах, долинах горных рек. А на вершинах гор, куда волна не дошла, самшиты просто вымерзли. Так вот, фактически, через много лет в этих местах появились только дубы и хвойные деревья. И то они появились только тогда, когда появился небольшой плодородный слой, и семечки их смогли прорасти. Но дубы, конечно же, которым как раз так же, как и самшитам, примерно 300-350 лет, все-таки остались в Кавказских горах. Ну, это случайность. Случайность. При большом количестве гибели деревьев, какие-то из них все-таки выжили, единичные. Вот мы их сейчас и видим. Но вернемся к цунами, которая проскочила по долинам Кавказских гор. Датировку мы знаем. Рубеж 17-18 веков. На это указывает очень многое. Опять это наши все исследования о крепостей звезд Северного Причерноморья. Мы повторяться не будем. То есть, мы это объясняли в наших фильмах. Таманская крепость, Керченская крепость. Кто со мной будет спорить, сначала посмотрите эти фильмы. Так вот, к той стихии, к волнам, несшимся по долинам и ущельям. Конечно, эти волны, содрав плодородный слой, разметали каменные, и именно каменные, строения горных городов. А потом все это засыпали слоем несенного им грунта. Волна, проходя через большие территории, собирала грунт. И мы это опять все рассказывали в своем фильме «Механизм потопа». Как вода собирает волна, грунт перед собой, перемешивает его, как в стиральной машине. А потом этот перемешанный грунт распределяет на территории, по которым она идет. Горные долины и ущелья были закиданы грязью на своих низинах, то есть дно их было забросано, грязью, принесенными волной. А выше, до высоты прохода волны, грунт был просто содран. Вот такая картина была после потопа. То есть, что осталось от городов? Там также все перемешало и завалило слоями грязи. И илок, которые несла волна. И грязь эта состояла из всех почв местности, по которым она проходила. Потому там и ракушка находится, и черноземы, и пески, и все, что можно, как в стиральной машинке. Так вот, поселок Мизмай стоит в горном тупике. Там заканчивается ущелье, ну и небольшая площадь этого поселка. И скорее всего, под слоями почв на дне этого горного тупика, то есть такого ущелья. И находятся, скорее всего, все обломки города, который находился на месте поселка Мизмай. Кто-то со мной будет спорить, но я вам покажу карту Европа-Табула. Посмотрите. И действительно, в этих местах есть три города. Это город Рабент, это город Джена и город Кадас. И самое интересное, не правда ли какие-то очень знакомые названия? Конечно, рассматриваемые нами карты, как я уже многократно говорил в предыдущих наших фильмах и исследованиях, они перерисовки более позднего времени. И я давал методику определения датировок этих перерисовок. Но из карты в карту местности и названия топонимов и гидронимов переходят. Потому верить этой карте, конечно же, нужно. Все города типа Хаджи, которые находятся на Кубани, Тринере в районе Новороссийска, как и на других картах Таврики-Херсонеская, Партуланов, на этой карте тоже нанесены. Так какой же из городов находился на месте позелка Мизмай? Подходит по этой карте 2. Это Ребенд и Джена. Я зашел в интернет и начал искать смысл названия этих городов и есть ли эти города сейчас где-нибудь. И что же я нашел? Города с названием Джена сейчас есть в Соединенных Штатах Америки и Германии. Но значение этого слова нигде не описано. Так что, эта пища для исследователей в поиске названия Джена. Также город Ребенд. Название нигде не описано. Значение названия. Но очень большое количество юридических лиц в стране ООО, ЗАУ, ООО, имеют такое же название Ребенд. Откуда они взяли это название? В интернете я значения слова не нашел. А город с таким же названием Ребенд сейчас находится в Саудовской Аравии. Но я сейчас не буду рассказывать свои доводы, как я распределял эти города по современной местности. Ориентируясь на карту, похожую на пачку Беломора, по своей точности. Скажу только вывод. На месте Мизмая был город Ребенд. Город Джена, это скорее всего, либо Хадыжинск, либо Абширонск. А город Кадас, это тот горячий ключ. И мы действительно видим в горячем ключе очень большое количество разбитых мраморных осколков, вплоть до круглых колонн, обтесанных на станках зажимами с двух сторон. А на горе Петушок есть очень интересные развалины, ну до фундамента, конечно, как и все в этих местах, какого-то замка. А сам город Кадас, вернее город с таким же названием, сегодня находится в Испании. А вот еще интересный город, который мы видим на каждой из перечисленных мной выше карт, Хаджа. Ну мы знаем, что Ка глухая переходит в Ха, это метод Носовского Фоменко, то есть это не Каджа, а Хаджа. А что такое Хаджа? Значение слова, конечно же, хорошо видно. Что нам говорит интернет? Что в переводе с арабского Хадж это паломничество в Мекку, именно в Мекку, именно Хадж, но значение, конечно же, слово Шири, это вообще паломничество. Я уже задавал этот вопрос, так кому же поклонялись в городе Услабинске до потопа, тогда, когда он назывался Хаджа? Скорее всего, логически, это было место паломничества. И действительно, на месте современного Услабинска, вернее, в очертаниях его городских кварталах, очень хорошо видна, видимо, самая большая крепость звезда, вернее, остатки ее валов, во всей вот этой вот местности, которую мы рассматриваем, с обгрызанным юго-западным куском и с очень четким следом воронки в русле Кубани рядом. Сегодня на карте мира городов с именем Хаджа, конечно же, много, с похожими названиями, только с разными окончаниями. Прямое название Хаджа есть в названии города, который сегодня находится в Киргизии. Так что, призыв к исследователям, нужно в данных античной истории искать все эти названия этих городов и смотреть их историю. Я пока не нашел ничего, но, может быть, кто-то найдет первым и расскажет об этом, что же это были за города. Так вот, по моей реконструкции, Гуамское ущелье, это не памятник природы, это продолбленная в горах дорога, соединяющая город Рабент с долиной реки Белая, то есть с равниной. А дальше эта дорога шла прямиком по реке Белой на город Хаджа, потому что Кубань, как мы видим с вами, в районе Услабинска имеет приток, реку Белую. Почему, на мой взгляд, Гуамское ущелье является искусственным? А все по его днищу. Оно очень ровное, проложена железная дорога и ходит поезд. Это железная дорога, узкоколейка. Построена она в начале века. Говорят, в 20-е и 30-е годы по ней возили лес, который здесь рубили. И соединяла она Мизмай с Гуамкой, то есть фактически была переходом здесь местным транспортной артерией того времени. Но потом, в средине прямо этого Гуамского ущелья произошел обвал и дорогу перерезало. И сегодня, от поселка Гуамка, экскурсионный узкоколейный поезд, с несколькими вагонами, просто возит туристов по этой железной дороге. Идет по живописнейшим местам, на дне горного ущелья, вот эта железная дорога, а ниже русло реки, которая течет по дну этого ущелья. Ну, однозначная, древняя дорога. Может быть, не железная, но дорога однозначна. А сегодня в поселок Мизмай можно попасть по совершенно другому пути. Там идет дорога с кучей завитков по горам, пересекает через перевал. Недавно она стала асфальтовой, а до этого она была проселочной, в поселок Мизмай было очень тяжело попадать. Это практически 20 километров по горной грунтовке. А тогда город Рэбент до потопа очень четко соединялся с равниной, вот этим вот переходом, вырубленным в горах. И интересно само название Гуамское ущелье. Опять сегодня мы знаем остров Гуам в Тихом океане. То есть все названия, которые мы видим на древних картах, сегодня существуют. Практически все названия городов где-то да есть, но уже, конечно, на новых местах и разбросаны по миру. Гуамка, Гуам, Рэбент, Рэбент в Саудовской Аравии, Хаджа, Услабинск, Хаджа в Киргизии. Слово Кубань вообще интересно. Баку, Кубань наоборот. Рынок Кубинка или Кубанка в центре Баку. Остров Куба. Что это все тогда означало? В этом надо разбираться. Что это были за названия вообще? И даже судя по вот этим всем картам, которые недавно появились, Таврика Херсонеская, Портуланы, вот эта вот карта Европа, они все не показывают время древнего мира. Даже по официальной датировке. Это все карты 15, 16, 17 веков. Что прекрасно совпадает с нашей теорией потопа, с нашей гипотезой потопа. Потопа на рубеже 17-18 века. То есть до потопа эти города однозначно были. А теперь немного о городе Рабент, который находится сейчас фактически под современным поселком Мизмай. А то, что он там находится из вышеизложенного, я думаю, ни у кого не осталось сомнений. Там лежат обломки каменных сооружений, там лежат захоронения и много чего другого. А что может находиться под землей, под тем грунтом, которая принесла волна, разметав каменные сооружения и завалив их, чем я уже говорил, что может там находиться? Разумеется, это скульптуры, это остатки зданий. И так как этот город золотоискателей, мало ли что вообще. Может быть запасы золота, может быть драгоценных изделий. Как мы понимаем, жителей все это застало врасплох. Катастрофа. А то, что этот город золотоискателей, у меня лично в этом сомнений нету. А почему нету? Посмотрите на пещеры вокруг. Кругом одни пещеры. И вот пещера, в которую мы ходили на вход ее. Пещера Исиченко. Этот камень я достал из выхода из тем известной пещеры, из которой выходит водопад. Похож на головастика. Отсюда, кстати, водозабор поселка Мизмай. Вот эта труба несет воду в дома поселка. Какое-то перепончатое существо. А сейчас мы пойдем дальше в пещеру. Говорят, до конца ее никто не доходил. И там есть место, где нужно подныривать в акваланге. Но мы далеко не пойдем, оденем фонарики и пройдем только несколько десятков метров на входе. А еще хочу обратить внимание. Видите камень? Очень похож на красный гранит. Откуда он здесь? Это уникальная пещера, из которой выходит река. Я такого нигде больше не видел. По крайней мере, в горах Кавказа. Давай. Вот вход в пещеру Лисиченко. Это очень длинная пещера. На карту нанесены только полтора километра проходов, паутины. И вот отсюда вытекает река. Чтобы попасть в пещеру, надо подныривать. Но дальше мы не пойдем без педагогического оборудования. Очень интересные коридоры. Ну и все. Дальше не пойдем. Нам нужно подныривать. Стой. Смотри, наверх. Ага. Сталактиды. Вот сталактиды. Пещера Исиченко. Причем ее почему-то обнаружили только в 1973 году. Ее исследователь Исиченко, руководитель группы секции спелеологов из Донецкого института, видимо политехнического, я так и не понял по табличке. Он в этой пещере погиб. Пропал, не дошел до конца. У нее на входе сифон. Надо поднырнуть и выплываешь в самой пещере. Но вода очень холодная. Так вот, из самой пещеры течет река, которая тут же водопадом впадает в реку Курджипс. Как может из пещеры течь река? А сама часть обследованная и описанная этой пещеры, описали в районе полутора километров, очень похожа на искусственную шахту. И как мы понимаем, большая часть найденных здесь пещер такие же. Это шахты по добыче золота. Не в городе Рабент легендарные гномы добывали свое золото. У меня лично такая картинка нарисовалась. Но у кого другая, в принципе, тоже хорошо. Лишь бы по теме. Так что вы представляете, небольшой город золотоискателей с кучей шахт, где добывали реально золото. Теперь немного о допотопном градостроительстве. И на эту мысль меня натолкнуло посещение города Кпамуккале. Экскурсовод, рассказывая о том городе, который сейчас копают в Турции, сегодня он называется Памуккале, сказала четко, что город очень технологичный. В нем есть водопроводы, канализации, причем водопроводы, как стволы, орудия нарезаны, имеют нарезы для ускорения воды. Город пешей доступности, очень четкая городская застройка пешей доступности, никаких пробок, ничего нет. Город на 60 тысяч населения. Основными зданиями являются общественные бани, общественные туалеты, в которые любили ходить, то есть термы. Но смысл в том, что окраска городу Кпамуккале это санаторий. Археологи фактически сделали четкие выводы по захоронениям вокруг, что туда приезжали лечиться. Я уже не раз говорил, что планирование городов допотопной цивилизации было совершенно иным. Они делали небольшие города, с населением, видимо, до 100 тысяч человек. Но города были не очень далеко друг от друга. И смысл проживания в этих городах было абсолютное удобство. Везде пешая доступность. А в подземных коммуникациях этих городов находились какие-то производственные площади, заводы там или еще чего-то. Скорее всего, Эробен был городом на несколько десятков тысяч человек, а под землей были, видимо, мастерские по изготовлению или переплавки золота, которые добывались в соседних шахтах. То есть, этот город, город золотоискателей. То есть, у каждого, скорее всего, города было свое занятие. Но это пока предположение. И сделано оно, конечно, не безознавательно. Именно по Муккале показал, как тогда выглядела городская среда допотопная. И, кстати, очень правильно она была сделана. И в этот же фильм я немножко врежу разговора с экскурсоводом, который произошел в Памуккале. Чтобы все понимали, куда деваются все ценности там, в Турции. Копают, кстати, по Муккале итальянские археологи. Но об этом, пока мы ничего говорить не будем, просто послушайте эту информацию от экскурсовода по имени Стелла. В этом году был концерт, исполнилось 50 лет официальных раскопов Хиарополиса. Был концерт. Вообще-то, позапрошлого года копали одни итальянца. То есть, они взяли разрешение на раскопки, проводили раскопки. А позапрошлом году турки на них разозлились. Сказали за эти 57 лет, сколько копали. Почти ничего не раскопали. Вообще-то, копали они хорошо, но дипломатическая почта очень хорошо работает. Ее никто не проверяет. Поэтому, что находилось все в Виталию. А потом еще сказали, что за это время почти ничего не раскопали. Если каждый день запускать за эти 57 лет сюда по тысячу куриц, они намного больше бы раскопали, чем археологи за это время. А еще спросила у местных археологов, которые сейчас работают. Говорю, если такими темпами, что работали итальянцы, копать дальше, сколько лет надо, чтобы полностью раскопать город? Сказали, что стало совсем немного, всего лишь 547. Кстати, кто мне начнет возражать по золотодобыче в Кавказских горах, и что это пещеры естественные, и все такое. Я скажу одно, что до 30-х годов 20-го века на Кавказе во всех реках еще мыли золото. Почему перестали, непонятно. Может быть, оно есть там и сейчас, его можно мыть, но это вопрос второй. А могло и исчезнуть, размыло жилы. Но то, что все пещеры вокруг по их планировке являются искусственными, у меня лично сомнений нет, как и у многих других пещер в мире. Это шахта. Единственная загадка для меня, откуда течет река внутри пещеры Исиченко. И река, кстати, с очень чистой водой. Ну, горный ключ, или в таком вот ракурсе ее можно рассматривать, только производительность воды очень высокая. И оттуда весь поселок Мизмай из этой вот пещеры Исиченко снабжается водой по трубе. Как я понял, вход в пещеру Исиченко относительно свободен. То есть, кому нужно, в нее заходит. Приезжают периодически какие-то экспедиции. Мы попытались пройти внутри пещеры до сифона. Это примерно метров 20. Очень похоже на то, что пещера была изначально круглого сечения. И делалась она реально шахтным комбайном. Но это опять догадка. Сейчас, конечно же, по стенам это не определится. не лишь. Все они поросли с талактитами и с талагнитами. Так что, здесь тоже нужно думать. И в заключение, если кто-то хочет попасть в эти места, я вам рекомендую. Под видео будет ссылка на группу ВКонтакте нашего проводника под именем Олег. Он вам организует все экскурсии, переходы по этим местам. А из Мизмая можно дойти фактически за пару дней до Черноморского побережья. Можно идти в Лаганаке. То есть, это очень большой туристический центр, который пока никто не оценил. Это вход во все Кавказские горы, находящиеся на территории Краснодарского края. И главное, это вход в Лаганаке. До Мизмая идет сегодня ровная, хорошего качества асфальтовая дорога. Конечно, не ровная она. Идет через перевал, но все-таки доехать до Мизмая достаточно комфортно. А дальше ботинки, костюмы и вперед через горы. На этом все. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok